До скольки лет бесплатно на поезде детям? Чтобы поездка была удачной даже с ребенком на руках, следует заранее изучить некоторые основные правила. Проезд в поездах дальнего следования детей на самом деле достаточно прост, главное – осознавать всю ответственность и соблюдать порядок в транспорте, и никакие проблемы не застанут маму или папу с малышом в пути. До скольки лет ребенок может ехать на поезде бесплатно? В том случае, если билет на сына или дочь не был приобретен, то нужно быть готовым к тому, что дети будут ехать без официального места. То есть, ночью придется спать на одной полке. В статье 16 ГКРФ указан перечень правила о том, как следует перевозить пассажиров или другой груз посредством железной дороги. Рекомендуется обратить особое внимание на такие пункты, родитель может провозить одного малыша без оплаты за проезд лишь в том случае. Если ему еще не исполнилось 5 лет, в кассах ЖД вокзала, где можно узнать, до скольки лет бесплатно на поезде детям, в таких ситуациях оформляют бесплатный билет детский. Билет обязательно приобретается, если совершается перевозка нескольких детей до 5 лет, при перевозке поездом более чем одного. Ребенка разрешено предоставление бесплатного билета лишь для одного. Второй ребенок должен будет иметь талон на проезд, на который при покупке действует детская скидка, дети возрастной категории от 5 до 10 лет могут ездить в поездах только вместе с родителями или другими родственниками. В этом случае будет предоставлено официальное место на период нахождения пути. Обратите внимание, Россия предоставляет возможность совершить выезд с места проживания в день рождения 10-летнего сына или дочери по детскому билету, оплаченному государством. На проезд в электричке детей нет каких-либо дополнительных ограничений. Все условия, действующие на железнодорожный транспорт дальнего следования, идентичны для пригородного. То есть, малышей до 5 лет можно перевозить бесплатно. С 5 лет должен оформляться детский проездной документ, а после 7 лет льгота предоставляться не будет, но уже допускается самостоятельное передвижение электричкой. В поезде с ребенком правила бесплатного проезда для детей в поездах дальнего следования. Железная дорога создает некоторые правила на поездки с детьми для того, чтобы избежать негативных исходов и проблем, которые могут возникнуть, если несовершеннолетний будет самостоятельно передвигаться на данном виде транспорта. Требуется обязательное сопровождение взрослых для детей, не достигших 10 лет. После 14, если уже имеется на руках паспорт, одиночный переезд допускается. В случае путешествия в другую страну минимальный возраст должен составлять 14 либо 18 лет, в зависимости от посещаемого государства. Часто возникают проблемы, когда младенец передвигается на поезде с бабушкой, которой неизвестно правила такого проезда детей в поездах дальнего следования. Бабушка обязательно должна иметь при себе свидетельство о рождении внука или внучки, ведь их фамилии могут не совпадать. Если планируется такое путешествие за рубеж, то родителям нужно побеспокоиться о необходимых бумагах, чтобы у Ти не возникало никаких трудностей. Прежде чем отправить сына или дочь в Усть, рекомендуется нотариально заверить свое разрешение на поездку. Путешествие с бабушкой. Что нужно при покупке детского бесплатного билета? Какие документы? Перед тем, как покупать проездной документ, нужно получить информацию в РЖД, до сколько лет дети бесплатно могут ездить на поездах и электричках. Если несовершеннолетний человек по каким-то причинам не попадает под такие условия, то приобретать билеты придется по полной стоимости. Чтобы не возникло проблем в процессе поездки, ребенку при себе нужно иметь такой перечень документов, билет оплаченный или бесплатный. Свидетельство о рождении эликсера. Копию доверенности от нотариуса. Паспорт иной страны. При наличии. Что касается доверительной бумаги от нотариуса, то такова не будет нужна, если сын или дочь совершает путешествие хотя бы с одним из родителей. Российская железная дорога. Внимание! Сумма оплаты детского проезда на территории РЕФ будет примерно 40-50% от полной стоимости, процент варьируется в связи с различными классами вагонов. Такой же тариф будет выставленный для человечка, которому еще не от 5 лет, если у родителя есть желание, чтобы его чадо имело собственное место в вагоне. Где покупать билет? Для приобретения непроездного талона нужно представить кассиру лишь паспорт и свидетельство о рождении. Но кроме стандартного приобретения в пункте продажи на вокзале, человеку предоставлено огромное количество ресурсов в интернете, чтобы не тратить много времени. Покупка онлайн будет произведена через официальный сайт железной дороги, поэтому ресурс будет запрашивать номер, серию свидетельства. И дату появления на свет ребенка. Конечно, без исключения нюансов также не обойтись. Во-первых, оформляться детский билет должен вместе со взрослым в одной форме, а в самом закате должно быть не более четырех лиц. Следующее, что стоит запомнить, это правила заполнения серии документа. Ввод римских цифр производится на латинской раскладке и большими буквами с нажатым КПСЛО в положенном виде VX3. Пробелы и различные символы не будут учитываться, поэтому их можно даже не вписывать. Если в связи с какими-либо обстоятельствами не хватило времени на оформление бесплатного документа в интернете, то в кассе вокзала по предоставлению сотруднику паспорта, свидетельства и номера своего билета его выдадут без проблем. Консультация с работником РЖД Управления РЖД заботится о своих пассажирах, именно поэтому создает все новые и новые правила о том, с какого возраста билет на поезд нужен взрослый, а с какого еще допускается покупка детского. Без базовых знаний о правильном передвижении на данном виде транспорта опасно отправляться путь с ребенком, ведь при отсутствии каких-либо документов или нарушений порядка сопровождения могут возникнуть большие неприятности, в худшем случае высадка из поезда и обращение к надлежащим органам с целью разбирательства. Перед любой поездкой лучше лишний раз проконсультироваться с работником РЖД вокзала, дабы поездка с ребенком была успешной и беззаботной. Точка.